Всех привет! Продолжаем мы проходить FIFA 20 за клуб Форта-Сити. У нас впереди начало нового сезона и второй тур против Татахэма. У нас будет сейчас в данный момент происходить и то, что мы в прошлой серии победили Суперкубок Европы, господа, Суперкубок UEFA. Ну что, против Наполя со счетом 2-1, они в конце могли закрепать нам голову, но при этом нам все хорошо повезло и мы это сделали. Ну что, пропускаем три дня. У нас опять три дня у нас дается на отдых, что-то там уже расписание пилит. Скорее всего появились кубок английской лиги и лиги чемпионов. Добавляется к нам как раз в самый раз, если я это вижу. Так, положение по поводу переговора. Так, в настоящее время сегодня вынужден отозвать ваше положение по поводу игрока, как вы не получили от своего современного ответа. ух, я какой-то еще получал ответ, точнее по поводу игрока, которого даже я не думал. Ух, посмотрите, может забыл про это. Скорее всего забыл я. Скорее всего такая история, скорее всего забыл. Ну а давайте посмотрим. А, вратарь, ну ладно, фиг с ним. Так, другая команда, так, понятно, другая команда, понятно, изменение расписания. Да, арсенал форта сити у нас перевели. Сейчас посмотрим, из-за чего и почему. И что у нас там будет Кубок Карабай, получается, будет у нас. А что мы это посмотрим и увидим. Ууу, да. Да, Кубок Карабай против Астон Виллы у нас первый матч будет от чумей просто. Ну ладно, ничего страшного. Так, у нас, кстати, спритык опять матч начинается. Так, по составу, что у нас вообще творится? Правый полузащитник у нас уставший. Давайте Биа выпустим, посмотрим, на что ты будешь способен. А так все нормально у нас, да? Пока у нас все нормально. Ну что, погнали, поиграем в футбол, господа. Только они вперед переместили его, блин, он был выучен назад. Это недели две игры получать еще с Арсеналом Лондоном играть, е-моец, который занимает четверку лидеров у нас в данный момент, ну, прошлого сезона. Да, где-то никак, да? Мимо. Вот так и вчера матч чуть проходил, блядь, мимо таких ударов. Так, у нас погода фиговая. Дождь. Противник очень такой неприятный. Как известно, матч состоится в любую погоду и даже вот в такую дождливую. Меня зовут Георгий Черданцев и сегодня мы работаем для вас вместе с Константином Геничем. Англия в прямой трансляции сегодня. Это Премьер Лига. Очень большое ожидание от этого матча. Мне кажется, мы сегодня должны увидеть хороший футбол, потому что нападение у тех и у других очень неплохое. Ну и забегать вперед, разумеется, не будем. Просто давай будем в ожидании хорошего, классного матча с забитыми мячами. Итак, смотри, парни-то все известные. Что они нам сегодня покажут? Посмотрим. Эти ребята действительно сейчас в очень хорошей форме. Так что защитникам и вратарю обязательно нужно быть сегодня предельно внимательнее. Субтитры создавал DimaTorzok. Посмотрим на состав хозяина. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Видимо, команда рассчитывает на исполнительское мастерство одного форварда. Ну что, мы начинаем свой матч. Точнее, на своем поле. Погнали, господа. Погнали. Три очка. Сам начал сезона тоже очень хорошо. Так, пас у нас не выдается. Но мяч остается у нас. Распасовочку, распасовочку, распасовочку. А, не успевает наш нападающий ухватить этот мяч. И при этом защитник Тотехэм исправляется, забирает себе мяч. Но наш нападающий бежит в защиту с этими силами, стараясь отнять мяч. И тут у нас навес. Тотехэм проигрывает борьбу. У меня сейчас в себе ухватывают. И при этом еще в атаке он. И еще защитник справляется. Снова Тотехэм забирает свой мяч. Зачинник опять отбивает. Была очень хорошая атака. Был очень момент опасный. Ай, блин. А вот это что было-то? Группа игра. Нападающий может получить травму. А, мяч у нас уходит. Мяч у нас уходит. Точнее, от них ушел в аут. Ну что, господа, давайте соберемся. Три очка надо зарабатывать. Даже каждый тур нам важен. С начала, с самого начала сезона. Потому что мы в прошлом сезоне у нас... Все хорошо шло весь сезон. Мы первый место занимаем. Но где-то какой-то промежуток у нас было поражение. Две ничейцы, не ошибаюсь, да? Или две, два поражения. И мы опустились на второе место. Это очень плохо. И никогда биться не смогли. Очень трудная борьба. Ух, опасный был момент. Мог быть. Но тут защитник наш справляется. Ситуация. И мы забираемся в мяч. Пасперед. Снова еще один пасперед. Развивается эта атака. А, как плохо, да. И мяч переходит к другой команде. Тоттенхэм атакует по флангу. И там их не встречают. А вес тут напрашивается. На ближнюю штангу подача... Ух, опасный был удар. Слишком близко было. Но вратарь справляет эту ситуацию. И каким-то чудом вратарь вытаскивает мяч. Поздравим вратаря. Младчина. Хорошо отыгрывать будет. Сколько у нас уже он играет. Очуметь просто. Наши ворота все защищает, защищает. И опасный момент может быть. Мячик выносится. Но при этом тот их оставляет с мячом. Остается. О, какой перехват нашего игрока-то, а. Тоже бывают такие времена. По флангу им пас. Но фланг. Его сожрали. Нет, мяч остается у нас. Его почти не сожрали. Пас вперед. Какой пас, какой пас, господа. О, какой подкат. Он уходит от этого подката. И не успевается. Вратарь просто успевает с этим ударом. Какой был момент, чтобы забить гол. Да. Ну что, мы собираемся снова играть. Точнее, продолжаем его. Защищаемся. Наши ворота. Навец есть. А, не то, что был пас. Нам просто это повезло. Не то, что пас от Этехэма. Это больше похоже на фланг. Может что-то получиться из этого. Вводит мяч у них. Ай, блин. Защитник молодец просто. Потеряли мяч. Потеряли мяч. Навес по флангу. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Это удар шок был. У-у-у, как повезло-то. Защитник оказался в том месте, где надо было. Когда вратарю было, он не забыл помощь. Так, еще раз пасовочку на сак. А, не, на сак. Не даем пас. Но мяч оставляем себе. Еще один пас. Катают они мяч. А сейчас вперед! Хороший удар по вороту, но выше ворот. Ну что, давай удар от ворот-то, а? Опа. Мяч наш. Замечательно. Сбираем его себе. Ай, блядь, не получается нашему Цапу забить гол. Тут уже штраф. Может желтая катушка пролететь нам. Да, тут выходим с мячом. Уже первый тайм почти заканчивается у нас. Пащи уже на исходе. Пащи выдыхается уже первый тайм у нас. Пока у нас ноль-ноль, господа. Нули. Две минуты еще играть. Именно столько добавляет Суфина. Не получилось у них мяч удержать. На две минуты не густо. Играет он на партнера. Играет он на партнера. Играет он на партнера. Перерыв. 15 минут. Игроки подумают о чем-нибудь створили в первом тайме и выйдут опять на поле. И тут Арсенов побежал 6-1-0. Ну что, переходим дальше в матч. Начинаем второй тайм. Кто только начинает. Ну что, посмотрим, что из этого выйдет в данный момент у нас на поле. И что может не выйти у нас на данный момент на поле. Опа. Хороший переклад. Мяч у нас снова. И еще один пас. Хороший пас. Оффсайт. Прозвучал свисток. И это значит, что развития атаки уже не будет. Оффсайт. Можно сказать, удар от ворот произошелся. И тут такома ставляет себе мяч. Новый пас. Еще момент у нас. Ник, точнее, они нам забивают гол. Один номер проигран на 51-й минуте. Ну что, хороший мы увидели гол. Красивое исполнение и высокое индивидуальное мастерство. Да, очень смело здесь сыграл игрок. Он взял инициативу на себя. И, как мы видим, не прогадал. Мы видим эмоции тренера. Этот гол, конечно, поднял ему настроение. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Ну что, начинаем мы снова матч в среднем поле. Только при этом мы проиграем со счетом 1-0. Пока что мы проиграем со счетом 1-0. ДТХМ все-таки нашел нашу возможность раскрыть оборону. Да, следующая игра у нас будет после Арсенала Лондона. Очень сильный соперник. Эх, мяч какой проходит. И ЦАП у нас выходит. 1-1 с вратарем. И мы забиваем гол. 1-1. Нам дает это второе дыхание. У нас снова ничья. Очень бодрый матч. Мы с вами смотрим. Эх, как же обидно пропускать после того, как только что забили. Время-то оставалось совсем немного продержаться. Рано расслабилась команда. Вот они и поплатились. Хороший пол-гол. Замечательный вратарь не был готов к этому. Мы спокойно пиланку. Туччи тренер. Еще недавно команда ввела в счете. И вот пропустили. Черт снова равный. 1-1. Ну что, продолжаем дальше матч свой. Георгий Цитаишвили. Что ты будешь делать? Ааа, какое нарушение мы делаем. А ДТХМ тоже соперник непростой. Это Челси. Ну да, желтый как желтая. Давайте поменяем все-таки игрока. Нападающего. Четвокер никак не может проснуться. Посмотрим, на что мы способны. Ухо пас был момент. Очередной точный пас в его исполнении. Две трети матча сыграно. Последний полчаса игры. Хороший пас возможен. Мяч от нас уходит. Ах, ушел мяч у нас. Ушел мяч. Мяч уходит снова. От нас в аут. Стоил того, чтобы бороться за него до конца. Мы пока не участвуем в трансферах. И будем участвовать в этом вариаторе. Ну, Цапу можно было приобрести. Отдает он передачу. Но при этом надо идти и приобрести Цапу. Надо зимой уже продавать. Немного времени потребовалось, чтобы перекрыть подступы к своей штрафной площади. И вот-вот на поле появится свежий игрок. Замена у гостей будет. Ну и посмотрим, что принесет ему замену. Простите. Так и ничего не вышло. Все через кучу. Какая-то непонятная ситуация. Пока у нас есть, возможно, не слишком рядом наш ворот. Надо поменять все-таки центральное полузащитника. У него желтая карточка. Неохота мне. Будет. Цитаешвили. Идут они уверенно в атаку. Ну, что, пару событий есть у нас? Нет, на Весникова не произошел. Все замечательно просто. Ему мяч. Это может очень плохо быть, то, что может травму привести нашему игроку. О, как вышел игрок. Почти один, ну, один-один. Что тут было? Желтое опоздание. Ротарь просто молодчина. Отбивает мяч е-еле. Так, у нас это будет угловой. Он на замену. Хороший матч провел. Тренер, видимо, решил дать ему отдохнуть. Так, на Весникова. Мяч летит в центр штрафной. Ух. Казалось бы, уверенно, команда продвигалась. Да ёпты мяч потерялась там, среди всех игроков, которые у нас тут было. Мяч забираем себе. Еще один пас. Ах, ушел мяч. Ушел от нас мяч далеко и надолго. До конца второго тайма примерно минут 15. Ну и плюс то, что добавит орбитер. И что-то может тут получиться. Все замечательно. Нарез на деревню дедушку. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Давай, Цеп, хороший удар. Я тебя жду. Прямо вратаря. Мяч поймал угловой. Это матч и этот угловой может стать ключевым моментом игры. Если забьют, наверняка победят. Тоттенхэм очень счастлив, да? 1-1, конечно, не особо хочется. Так, у нас мяч переходит к нашему игроку. Да, я не тому хотел, на самом деле. Задумка была не такая. Блин, ну тут что творится-то опять, а? У Тоттенхэма будет замен. У нас тоже замена. Последний замен, который мы можем произвести в этом матче. Тоже сейчас будет замена. Снимает его сыграет тренер. Ну, по-моему, отыграл он очень неплохо даже сегодня. Да, забил гол. Поздравляем его с голом. Молодчина просто. Дадим, освежим себе нападение. Чутка опасно, что из этого будет. Но он все же попробует пробить отсюда. Да, суперский пас хотя бы. Да, просто супер. Может, контратака близить. Наш игрок просто уприскользнулся. А, сейчас точно. Как же вовремя защитник перехватил передачу. Тут постоянно почти дожди бывают. Это жангры, господа. Для того, чтобы выиграть, остается 5 минут, пока счет рам. Катают они мяч. Опа. Хороший пас. Команда оставила соперника без мяча. Хороший отрезок и хорошая комбинация. Для раскрытия обороны тут, когда мне так уж легко. Как думается, и ничего у нас не вышло, как всегда. Слишком долго держим. Надо тут более быстрее контролировать. Быстрее контратаку идти. Или просто разгонять эту... Так, 3 минуты добавляют дополнительного времени. У нас пока ничья. Тут навес. А, хорошо. Игрок справляется с этим навесом. Но мяч у нас переходит в атаку. Я вижу тебя. Да, блин, ну как так можно бы убить, а? Все, матч закончился. С счетом 1-1. Все-таки мы на своем поле не смогли бы бить Тетхэм. Видно, судя по игре, если бы сегодня кто-то потерпел поражение. Знаешь, Георгий, очень хочется с тобой поспорить. Но не буду, потому что ты абсолютно прав. Действительно, достойно смотрелись обе команды. Ничья. Закономерная развязка. Такие дела. Второй тайм у нас. Ничего, уже ничья. Ну ладно, сезон только начинается. Ничего страшного. Ничья тоже неплоха. Так, это мы все видели. Давайте посмотрим общие сведения. Общие сведения у нас какие? 1-1 по голам. Ударов 8-6. Удар 45-4. Владимир Мячу 54-46. Отдва мяча 0-7. Нарушение 1-2. Желтых 1-1. Овсяд 1-0. Главы 2-1. Точно удары 62-66. Точно пас 88-86. Такой у нас матч произошел. Давайте пообщаемся с прессой. Посмотрим, что из этого будет. А тут Арсенал 3-0 побеждает. А Чумена и Юрпуль то же самое. Вот это... Простите. Игра как игра. А Чумей просто. Вперед вы рассчитывали, что вы можете спасти игру? Вперед вы рассчитывали, что вы можете спасти игру? Если честно, у меня было важное качество нашей игры, когда в игре все складываются, результаты придут. Матч получился очень напряженный. Какие у вас впечатления от игры вашей команды? Если честно, мне кажется, что голой будет, но сегодня был бенефест защитников. Тем не менее, результат считался закономерным. Сегодня был один из лучших составил соперника. Как вы считаете, вы смогли бы добиться положительного результата в матче кубки ТТХМ из-за... Он прекрасный игрок. Прекрасный игрок способствует выиграть матчи для кубки ТТХМ и моим игрокам есть чему научиться. Спасибо за вашу время. Спасибо за вопрос, подошли к концу. Ну и все, вот такая у нас история. В данный момент... Это только начало сезона. Давайте рассчитаем этих наших, можно сказать, игроков. И тренировку, пока никто больше повышения у нас не получает. Ну что, господа, на этот, конечно, ноте на 10-м месте мы имеем. Ну, это ничего страшного, даже арсенал имеет 4 очка всего лишь. А кто у нас вообще там... Тут вообще смотреть нечего. После 10-го тура можно еще смотреть на турнир таблицы. Тут в данный момент 2 матча сыграно, ничего не дает. Видите, ничего. Тут 5 команд, только имеет по 6 очков. Они у вас вообще на улице, да? Ну ладно, на этом ноте мы остановимся. Увидим следующую серию и другие прохождения. Следующая серия у нас за FIFA будет против Арсенала Лондона. Всем пока и удачи!